Мы твёрдо верим, унция профилактики лучше фунта лечения. Радио Лайф приветствует вас на волне здоровья. В программе, где вы можете учиться вместе с нами, знакомиться с интересными людьми, делиться своими успехами в улучшении здоровья и находить ответы на самые волнующие вопросы. Доброго времени суток всем, кто подключился сегодня к Радио Лайф. В эфире программа «На волне здоровья» и я, её автор, ведущая Виктория Бараева. Мы снова рады с вами быть после некоторого перерыва в наших эфирах. И несмотря на то, что у кого-то сейчас праздничный сезон, у кого-то предпраздничный сезон и настроение, мы продолжаем говорить о здоровье. Никто из нас не хочет болеть. Все хотят быть здоровыми, молодыми, красивыми. Энергичными. Иметь хорошее настроение. И поэтому мы продолжаем говорить о здоровье. Поэтому уделите нам внимание, уделите нам этот час. А точнее сказать, уделите его самим себе, своему здоровью. Тем более, что сегодня в студии у нас очень интересный гость. У нас в гостях сертифицированный координатор клинических исследований, клинический директор Neurostasis при госпитале Emory Decatur Hospital доктор Нино Валишвили. Здравствуйте. Здравствуйте, Нино. Спасибо большое, что вы всё-таки нашли время прийти к нам в студию и принять участие в нашей программе. Мы вам безмерно благодарны. И речь сегодня пойдёт о заболевании сложном. Заболевании, занимающем шестую строчку в списке самых распространённых причин смертности в Америке. Заболевании, которое до конца до сих пор недоступно пониманию современной медицины, а именно болезни Альцгеймера, пугающей страшной болезнью головного мозга и центральной нервной системы. Правильно ли мы понимаем эту болезнь? Является ли в группе риск, находится ли в группе риска только лишь люди более пожилого старшего возраста? Как далеко ушла медицина в изучении этой болезни? И вообще, что это за болезнь? Эти и многие-многие другие вопросы мы сегодня хотим задать нашему эксперту. А прежде чем мы приступим к беседе с доктором Нино, я в первую очередь должна объявить наш конкурс, то есть то, что от меня ждёт наша аудитория, в первую очередь, а именно, какой сегодня у нас приз. Все хотят выиграть приз. А спонсором сегодняшней программы стала компания Be Luna Boutique. Обязательно найдите страничку Be Luna Boutique в Фейсбуке и обязательно посмотрите, что она предоставляет вашему вниманию. Компания Be Luna Boutique сегодня предоставляет гиф-сертификат на 25 долларов. То есть обладатель этого сертификата получит украшения из натуральных камней на ваш выбор. Естественно, камни, которые созданы сознанием литотерапии, камни, которые созданы сознанием астрологии, из различных украшений, сделанные вот с различными свойствами камней по вкусу дизайнера этих украшений. Поэтому для того, чтобы выиграть этот приз, всё, что вам нужно сделать, это написать нам приветствие, просто написать, кто вы, откуда, и небольшой комментарий, если желаете, по минимуму. И вы станете участником этого конкурса. Розыгрыш мы проведём в конце программы. Ну и, конечно же, нам бы хотелось, чтобы вы просто участвовали в этой программе, просто комментировали, задавали вопросы, есть ли у вас какие-то интересные истории, о которых нам следует знать, если вы имели опыт с болезнью Альцгеймера, пожалуйста, пишите нам, расскажите нам об этом. Мы с удовольствием прочитаем, послушаем, прокомментируем, а также ответим на ваши вопросы. Не забывайте также, что вы можете стать гостем программы или же её спонсором. Мы с удовольствием рассмотрим все ваши заявки. Пишите, участвуйте. Мы хотим вашего участия. А сейчас я перейду к беседе с доктором Нино, к очень интересной беседе. У меня очень много вопросов. Болезнь действительно неизученная, насколько нам всем известно. И, честно сказать, пугающая нас всех. Для начала, Нино, мне бы хотелось знать, расскажите нашей аудитории, чем вы занимаетесь, над чем работаете в данный момент. С удовольствием. И в первую очередь я бы хотела поприветствовать всех наших слушателей, поприветствовать вас, Виктория. Спасибо огромное за приглашение. Надеюсь, наша беседа будет интересной и познавателем, всем нашим слушателям. Что касается меня, я врач, я клинический директор исследовательского центра, который занимается исследованием различных неврологических заболеваний, и в том числе болезнью Альцгеймера. Что касается моего прошлого, я родилась, выросла в Грузии. В 15 лет я переехала в Москву, где я поступила, я окончила Московский государственный медико-стоматологический университет. Сразу после окончания я стала работать врачом-терапевтом в одной из московских клиник. И примерно через год я исполняла обязанности заведующей данной клиники. И еще через год я поступила в аспирантуру, где как раз я стала частью исследовательской группы, где я стала заниматься клиническими исследованиями. Но, к сожалению или к счастью, по определенным причинам мне пришлось переехать в Америку, где я продолжила работу в этой же сфере. Безусловно, мои знания и опыт пригодились, и я занималась клиническими исследованиями. И с данной конкретной компанией, которая называется Neuro Studies, я занимаюсь уже 5 лет. Я стала членом этой компании в январе 5 лет назад. И чем мы занимаемся? Мы ищем новые пути диагностики, профилактики и лечения болезни Альцгеймера. К сожалению, у нас нет всех ответов на ваши вопросы. Но, по крайней мере, мы не теряем надежду, мы ищем новые пути, мы пытаемся облегчить жизнь нашим пациентам, мы пытаемся облегчить жизнь членам семьи этих пациентов. И, в принципе, мы рады ответить на все ваши вопросы. Это страшно, когда болеет мозг, который является центром управления всего человеческого организма. И согласно подсчётам CDC, к 2050 году статистика больных, количество больных подойдёт почти к 14 миллионам. Это огромная цифра. Что же это за болезнь? Болезнь Альцгеймера? Что это за болезнь? Болезнь Альцгеймера – это очень трудная, очень тяжёлая, очень комплексная болезнь. Это хроническое, прогрессирующее нейродегенеративное заболевание головного мозга, что, безусловно, ведёт к атрофии мозга. И в связи с этим ко всем нарушениям функций всего организма. Увы, ах, как вы уже отметили, данная болезнь довольно-таки страшная, но есть определённое продвижение в медицинской сфере, которое даёт нам надежду. Сама морфология болезни, в принципе, известна. То есть неизвестны причины возникновения болезни. Есть определённые риски, о которых мы поговорим попозже. Но если говорить о морфологии, патологии, то есть если я попытаюсь объяснить так красочно, если представить вот нервные клетки головного мозга, нейроны, представьте себе, что они выглядят как маленькие солнышки с бесконечным количеством разных лучей. И эти лучи взаимосвязаны друг с другом и передают информацию друг другу постоянно. Когда мозг работает в нормальном режиме, вот эти связи не прекращаются. То есть вот эта вот сеть таких маленьких солнышек с различными лучиками и передаёт информацию. То есть происходят химические и электронные импульсы постоянно, не переставая. При болезни Аутсгеймера передача вот этих импульсов нарушается. Да. Есть два морфологических нарушения, то есть нарушения на клеточном уровне. Первое нарушение, которое происходит вне нервной клетки, вне нейрона. И второе нарушение, которое происходит внутри нервной клетки, внутри нейрона. То есть я попытаюсь опять-таки красочно объяснить. Вот, допустим, если вот это солнышко передаёт импульсы через лучики, и вдруг в этом пространстве, которое находится между нейронами, образовываются бляшки. Это называется бета-амилоидные бляшки, бета-амилоидные бляшки. Белковые бляшки. Да, это белковый, это неправильный белок. Если говорить грубо, это биологический мусор, который мозг должен выводить из себя. Но, к сожалению, при нарушении этих химических и электронных импульсов, вот эти бляшки вместо выведения не скапливаются. Они приклеиваются друг к другу и образовывают вот эти бляшки. То есть нарушен механизм выведения этих бляшек. Да. Не только выведения, но и формации вот этих бляшек. То есть они не должны образовываться в таком количестве, они не должны скапливаться. Но во время болезни Альцгеймера и вот это нарушение происходит в мембране вот этого нейрона. Этой клеточки. Вот эти бляшки скапливаются, и они нарушают передачу импульсов вне клетки. То есть если представить вот эти вот лучики, которые соединяются, и на них садится вот эта вот бляшка. И нарушается передача функции. А что касается уже внутри клетки, есть другой протеин, это тау-протеин, который тоже при деформации вот этого тау-протеина. В чём является функция тау-протеина? Тау-протеин принимает участие в питании нервной клеточки, потому что она является частью вот этих микротрубочек, по которым и проходят питательные вещества. И когда тау-протеин деформируется, он буквально отщепляется и разрушает вот эти микротрубочки. И при отщеплении тау-протеин также скапливается и образовывает вот эти клубочки внутри нейрона. Ну это более-менее понятно, то, что происходит внутри нейрона. Откуда же скапливаются бляшки вне клетки, снаружи? То есть при нормальном механизме вот эти бляшки, они в принципе не бляшки, а вот эти частички протеина вырабатываются в нормальном головном мозге. То есть это нормальный процесс. Но есть там два фермента, которые расшипляют эти белки. То есть я не хочу углубляться в медицинские термины, но эти два фермента нарушаются взаимодействие этих двух ферментов. И тот фермент, который должен работать второстепенно, берёт на себя роль первостепенного фермента, грубо говоря. И вот эти бляшки, они выделяются, вырабатываются бесконечно, они скапливаются в этом межнейронном пространстве, и вот они склеиваются, они являются токсичными частицами. И вместо выведения они просто там скапливаются, скапливаются буквально без конца. То есть в медицине непонятно, почему происходит это скопление, почему нет выведения. Есть определённые факторы риска, но сам механизм, по какой причине именно это происходит, к сожалению, неизвестно. То есть известен механизм накопления бляшек и тенглс внутри нейрона, попытаюсь перейти на русский обратно, бляшек и клубочков. Есть известный механизм, чисто химический, но неизвестна причина, по какой причине это происходит. Это болезнь новая или это болезнь современного мира? Что это? Как давно она известна человеческой? Болезнь не новая, но я бы сказала, что ваш вопрос очень корректен в том плане, что в современном мире люди стали жить дольше. То есть продолжительность жизни увеличилась, и по той простой причине, что возраст является одним из риск-факторов данного заболевания, естественно, больше людей, которые страдают этим болезнью. Да, этой болезнью до недавнего времени, когда люди жили не так долго, скажем так, они просто не доживали до этой патологии. А что касается самой болезни, болезни Альцгеймера, то есть это деменция альцгеймеровского типа. То есть это одна из частей, как бы, есть группа деменции. И болезнь Альцгеймера – это одно из заболеваний, как бы, из этой группы. Что касается самой деменции, деменции были описаны, как бы, испокон веков. То есть мы знаем, что с возрастом всегда люди ассоциировали мудрость. И былые времена, то есть давным-давно, во времена древнего Рима и древней Греции, когда взрослый человек начинал терять память или вёл себя не так, то есть когда он был не совсем мудрым, это называли деменция, безумие старческого возраста. То есть симптомы были описаны, известны, но воспринималась эта патология немножко по-другому. Но уже в 20-м веке… То есть, в принципе, патология работы головного мозга. Не только проявления симптомов, как люди вели себя, потому что все деменции – это, в принципе, клинические диагнозы. То есть как эти заболевания проявляются. И в те времена, когда механизмы не были известны, они называли это деменцией, то есть безумие старческого возраста. Но мы сейчас знаем, что это не совсем безумие, то есть это совсем не безумие. И что касается болезни Альцгеймера, то есть сама патология Альцгеймера была как бы описана немецким психиатром, Лоис Альцгеймером. Он наблюдал за одной из своих пациенток где-то в 1901 году, и он записывал все симптомы. В конце концов, к сожалению, пациентка, естественно, умерла, и он уже опубликовал все свои труды где-то примерно в 1906-1907 году, потому что разные источники дают разную информацию по этому поводу. И уже тогда психиатры стали называть эту патологию болезнью Альцгеймера. Но уже в 1910 году болезнь была выведена как отдельная патология. То есть где-то с начала 20 века. Да, с начала 20 века. Но что очень интересно, то что болезнью Альцгеймера называли деменцией молодых людей, то есть которые страдали где-то в возрасте 45 лет. Но уже где-то в 1977 году психиатры решили, что симптоматически болезнь молодых людей никак не отличалась от болезни пожилых людей. То есть что касается именно Альцгеймера. И так как симптоматически не было разницы, были определенные причинные различия. Вполне возможно, что у молодых это совершенно другая причина, потому что вы не можете взять возраст как риск, фактор данного заболевания. Причины могли быть разными, но так как симптоматически они не отличались, они стали называть болезнью Альцгеймера независимо от возраста. Вот это вот примерно такая история. Интересно очень. Значит, в чём, в общем, в общих чертах, в чём она проявляется? Мы все знаем, что болезнь Альцгеймера – это когда проявляет такая вот забывчивость, да, наступает. То есть потеря памяти. В чём-то она ещё проявляется? Обязательно. Это не только потеря памяти, и это не только забывчивость. То есть забывчивость – это может быть обычным проявлением каждодневной жизни каждого человека, любого человека. Что касается болезни Альцгеймера, это, как я уже отметила, очень комплексное заболевание. Оно действительно начинается… То есть первые симптомы, на которые обращает внимание человек, сам пациент или его члены семьи – это потеря памяти. Как правило, это кратковременная потеря памяти. То есть человек теряет способность воспроизводить новую информацию или человек теряет способность понимать новую информацию. То есть он до сих пор помнит, что произошло там, допустим, 10 лет назад, но он не может запомнить, что он прочитал 5 минут назад. То есть человек начинает терять способность понимать письменную речь. – Я чувствую сейчас к концу передачи, я у себя сама продиагностирую болезнь Альцгеймера. Ведь многие люди подвержены этому, понимаете? Вот сейчас многие смотрят и начинают думать, ой, у меня такие симптомы. – Нет, есть определенная забывчивость, которая связана с недостаточностью внимания. То есть вы можете сидеть, читать что-то, но вы думаете о своем. – Да. – Соответственно, ваш мозг не регистрирует эту информацию. Это совершенно другое. Это не болезнь Альцгеймера. Я хочу подтвердить. Пожалуйста, не диагностируйте себя. – Пожалуйста, не диагностируйте себя. – Ни в коем случае. Надо провести очень много тестов и исследований, чтобы это сделать. То есть если вы просто сидите, это с каждым из нас происходит. Вот вы идите в комнату и забываете, зачем вы туда пошли. Но вы можете обратно пойти по своим стопам и вспомнить. То есть в этом случае это как бы обычное явление. При болезни Альцгеймера вы не можете вспомнить. – То есть ты дорогу назад в другую комнату не найдешь. – Вы можете пойти в другую комнату, но не вернуться в первую, потому что вы уже забыли, что вышли в первую комнату. Понимаете? То же самое с речью. Человек, вот бывает иногда, что мы знаем слово, но не можем выговорить. Вот это слово сидит у нас на языке, но мы не можем выговорить. Это нормально, потому что через 5-10 минут вы вспомните имя этого актера, вы вспомните фильм, который вы смотрели 2 года назад. Это нормально. – С таким все сталкивались, я думаю. – Да, да. – Мы не можем вспомнить какое-то знакомое слово. Пытаюсь как бы привести примеры, что является возможным признаком Альцгеймера и что не является. Но когда вы, допустим, читаете что-то, нет, допустим, вы разговариваете, вы произносите какую-то речь, и вы теряете нить своей мысли, вы теряете нить речи, вы не можете вернуться к тому, о чем вы говорили. – То есть теряете логическую мысль. – Да, вы теряете логическую мысль, просто не помните, о чем вы начинали разговаривать. Поэтому вот эти люди и члены семьи замечают, они начинают разговаривать об одном, там какая-то пауза, и они продолжают разговаривать о другом, который не имеет никакой связи с беседой. Или они полностью забывают, о чем они говорили. То есть это совершенно другой пример данной патологии. То же самое можно сказать, допустим, еще один пример, вот вы едете куда-то, да, и вы вдруг слушаете музыку, и отвлеклись, или увидели другую машину, вы проехали свой выезд. Это абсолютно нормально, вы спокойно, вы можете разозлиться на себя, что вы это сделали, но вы можете себя подловить на то, что вы что-то неправильно сделали. – И сообразить, как вернуться и выехать на правильную дорогу. А что касается больных аутскеймеров, они, во-первых, могут долго не понять, что они проехали в выезд. То есть они могут ехать, потом, наконец-то, они вдруг вспоминают, что они находятся в неизвестной местности, как бы и не могут определиться, что делать дальше. Они начинают паниковать, панические атаки очень часто бывают в таком случае, потому что они, с одной стороны, осознают, что что-то серьёзное случилось с ними, и, с другой стороны, им ещё надо из этой ситуации как-то выйти, и они не могут найти средства из этой ситуации выйти. Ещё бывает, допустим, если вы не помните, как зовут вашего дальнего родственника, которого вы не видели 25 лет, это всё нормально, ничего страшного в этом нет. Но если человек начинает забывать имена близких родственников или даже своих родителей, детей, мужа, жены, это уже должно насторажить членов семьи, потому что это уже на самом деле ненормально. Вот эти вот примеры, как можно отличить? Интересно. Вот я вам сейчас расскажу один пример. Как-то я пошла в магазин, прихожу, беру то, что мне нужно, подхожу к кассе, и начинаю прозванивать свою карточку, а там нужно вставить пасворд, свой код, и я вдруг осознаю, что я его абсолютно не помню. Вот он у меня как будто стёрся с памяти полностью, и у меня моментально паника. Что произошло? Что-то вообще из ряда вон выходящий случай, чтобы со мной такое когда-то было. И начинаются мысли, естественно. А не начинаю ли я заболевать? А может быть, у меня алтгеймер. Во-первых, не дай бог. Да, не дай бог. Во-вторых... Я к чему рассказываю? К тому, что ведь многие сталкивались подобны. Хороший пример. Опять-таки, если это действительно карточка, которой вы пользуетесь каждодневно, и вы знаете этот код, если даже вас разбудят ночью, и вы вдруг это забыли, на самом деле это может быть звоночком, чтобы пойти к врачу и просто провериться. Может быть, что-то там другое происходит. Не обязательно, это не сразу болезнь алтгеймера. То есть есть другие огромные... Множество причин, которые могут приводить к потере памяти. Кратковременно, долгосрочно, неважно. Есть другие причины. То есть это может быть звонком к тому, чтобы пойти к врачу. Если особенно это повторяется часто, то есть более чем один раз, вот тогда уж точно стоит пойти провериться. Но ни в коем случае не надо паниковать, потому что паникой вы ничему не помогаете. Обязательно надо об этом говорить. Если вы за собой замечаете вот эти изменения, какие-то там странное поведение, допустим, или вы не можете объяснить определенное поведение, вы вдруг закупаете вещи, которые вам не нужны. Или вы закупаете вещи, которые у вас уже есть. Продукты, неважно. Если вы вдруг начинаете транжирить. То есть если вы были экономным человеком. То есть если есть определенные изменения в поведении. Способен ли сам человек обнаружить вот это изменение в поведении у себя? Или он в данном случае будет его отрицать? Он, во-первых, да, он способен обнаружить эти изменения в себе. Но, к сожалению, многие из нас это все скрывают. Потому что, с одной стороны, они стесняются, что это с ними происходит. С другой стороны, они пытаются самостоятельно найти какие-то решения. Они выдумывают разные там виды, записывают все. Или наоборот, там расклеивают весь дом различными напоминаниями. Как правило, человек замечает, что что-то происходит. Но, к сожалению, они не открываются своим родным. Они не открываются своим врачам. И я бы, кстати, призывала, что обязательно, если вы считаете, что что-то не так. Во-первых, это не означает, что это болезнь Альцгеймера. А во-вторых, это означает, что если это волнует вас, действительно волнует. Лучше пойти к врачу и провериться, посмотреть. Есть множество тестов, которые можно сделать очень быстренько и в пространстве. И все эти ответы мы суммируем. Так, 6 декабря, мы на втором этаже. Время почти 28 минут. Вы не можете, часов нет в той комнате. Часов нет в комнате. И вы должны определить, допустим, если вы в состоянии подумать, что у вас был визит к врачу, возьмем, примерно в 2 часа. Вы примерно подождали где-то 10 минут. Врач вас как бы позвал в комнату. Вы можете, кстати, угадать, что сейчас примерно 2.30. То есть у вас должна быть ориентировка. Ориентировка. То есть определенная там логика мысли должна идти. То есть если человек находится вечером в кабинете у врача, и он думает, что в 8 утра, вы можете понять, что человек не ориентирован. И это все суммируется. И не только это. Если проверяется вербальная речь, допустим, человеку говорят какую-то очень известную фразу и просят его повторить. Допустим, из русских фраз я к вам пишу чего же более, что я могу еще сказать. То есть я могу вас попросить повторить это мне обратно. То есть фразы обычно не такие длинные, но какая-то определенная известная фраза берется, говорится пациенту, и мы просим повторить это нам обратно. Обязательно на математику. То есть если вы можете отнять 7 от 100 и продолжать, пока вам не скажут остановиться. То есть человек должен подумать. Можно это выговаривать, но мы им не даем бумаги или ручку, чтобы они писали. То есть они должны это сделать в уме. Есть еще тест, допустим, я вам покажу что-то на бумаге. У меня сейчас есть бумага здесь с командой, скажем так. Вы должны прочитать, ничего не сказать, и просто исполнить эту команду. Хорошо? Как интересно. Это очень простой тест. Самый простой. Не говорите. Просто сделайте. Все прекрасно. Так, но вы бумагу мне показали. Да? Ну, я же сказала, что это пример. Так это еще и специально, сверху вниз. Не обязательно сверху вниз. Это просто я не посмотрела, как я вам эту бумагу показываю. Но когда мы сделаем эти тесты с больными, естественно, все как бы по порядку. Вот. То есть это один из примеров. То есть если кто не обратил внимания, если кто не увидел, доктор попросил меня закрыть глаза. Но было написано наоборот. И не только это. Мы еще показываем различные геометрические фигуры и просим пациента, допустим, перерисовать вот эту геометрическую фигуру. У нас тут два пятиугольника, которые пересекаются, образовывая по центру ромб. И мы считаем, действительно, человек вот скопировал, если человек начинает нервничать, и он находит все оправдания, чтобы это не скопировать, это тоже один из признаков определенного поражения, скажем так, головного мозга. Потому что, в принципе, все эти фигурки очень простые. То есть в данном конкретном случае они должны срисовать именно два пятиугольника, пересекающиеся по центру, образовывая вот этот вот ромбик. В этом случае они получают как бы балл за правильный ответ. Если они не могут это сделать, они не получают ответ. То есть балл за этот. Есть более усложненные тесты, есть тесты на поражение, обоняние, потому что, как мы знаем, что во время Альцгеймера это не только когнитивные функции поражаются, но поражаются и визуальные функции, и обоняние. Есть вот такой тест. То есть физиологические проявления. Обязательно. Они, как правило, на более таких поздних уровнях, но все равно есть такой тест, называется Smell Identification Test. И у нас 12 вопросов. И примерно ручкой или... Давайте вот так покажем. И у вас, вот это, кстати, сейчас пример, то есть у вас уже ответы написаны. Но надо вот сделать, сказать, you have to scratch, вот этот квадратик, нацарапать квадратик и угадать, что там за запах такой. Да. И на каждом листочке перечислены различные запахи. И сам пациент как бы зачеркивает ответ. Да, вот так вот мы покажем. Интересно. Перечислены запахи и зачеркивается ответ. Интересно, да? Да. И таких вопросов у нас 12. Естественно, если у человека там хронический синусит с поражением обоняния, то есть это не означает, что у него болезнь на латскеймер. Это один из тестов, который мы используем в своей практике. Есть, естественно, тесты, которые мы проводим на спинномозговой жидкости. Мы собираем спинномозговую. Более сложные вещи. Да, спинномозговую жидкость и смотрим, если в спинномозговой жидкости находятся вот эти бета-амилоид и тау-протеины. Можно также и собрать кровь на данный тест, но, к сожалению, этот тест не совсем точен, если сравнивать со спинномозговой жидкостью. Конечно же, чтобы исключить другие причины нарушения памяти, обязательно делается компьютерную томографию, делаем компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию и обязательно PET-скан. Это позитронно-эмиссионная томография, когда на самом деле на экране уже можно видеть вот эти амилоидные не бляшки, а вот отложения. И вот интересно, я помню, вы мне объясняли, как-то рассказывали, что человек забывает самые простые концепты, простые слова. Вот это вот интересно. Человек, опять-таки, надо говорить, что это одно из проявлений. Этих проявлений, этих симптомов очень много, но когда человек забывает очень простые слова, допустим, клей. То есть мы клей не используем в каждой дневной жизни, если мы не являемся студентом или ходим в школу, но каждый из нас знает, что это такое. И человек может забыть вот эти вот простые слова. Мы иногда показываем картинки. То есть он может объяснить, что это такое, да? Как правило, они могут объяснить, что это такое. Это такая штука, что склеивает бумагу. Но назвать не могут. Но не могут назвать конкретное слово. И, как правило, вот эти слова очень простые. То есть мы показываем им картинку, допустим, опять-таки, это пример, на который нарисован клей. И человек не может сказать, что это клей, но он может объяснить, что это такое. И особенно если люди, высокообразованные люди, они всегда находят какие-то замещающие слова. То есть словарный запас богатый. Да, у них богатый словарный запас. Они могут сказать фразу, что слушатель не поймёт, что он на самом деле страдает. Вот с этим словами. По этой причине образованные люди могут нас, кстати, обмануть немножко. Потому что они скрывают с одной стороны, с другой стороны. У них довольно-таки большой словарный запас, чтобы всё это дело так скрыть немного. Поэтому у них занимают дольше, чтобы определить все эти симптомы. Поэтому действительно очень трудно диагностировать. И в принципе мы предоставляем все эти услуги. Но если есть необходимость, все эти услуги должны предоставляться лечащим врачам. То есть лечащий врач должен направлять к неврологу, невропсихологу, к сертифицированному специалисту, который может провести вот эти все исследования. Очень интересно. Я на одну секундочку буквально прерву ваш интересный рассказ. И просто напомню нашим зрителям, что у нас проводится контест на розыгрыш 25-долларового гиф-сертификата от компании BeLuna Boutique. Всё, что вам нужно сделать, это написать комментарий. То есть для того, чтобы стать частью этого контеста, вам нужно написать комментарий один раз. Только если у вас есть определённые вопросы или какие-то комментарии дополнительные к теме, касающиеся темы, пожалуйста, пишите. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы и обязательно прочитаем и прокомментируем всё, что вы напишите нам. Нино, скажите, вот вы только что упомянули немножко раньше о том, что на потерю памяти могут влиять и другие какие-то вещи. Что это? Что может влиять на потерю памяти, кроме... Да, есть простые заболевания, есть сложные заболевания на потерю памяти. Допустим, если у вас есть какие-то сопутствующие заболевания, как сердечно-сосудистые, диабет, нарушение обмена, нарушение щитовидной железы. Самый простой – это дефицит витамина B12, B12. Обязательно проверяйтесь, напоминайте своих врачей, потому что если это не входит как бы в обычный осмотр, они могут это и не проверить. Поэтому каждый раз... Проверку витамина B12 можно сделать совершенно спокойно, легко, просто обратитесь к доктору, и у вас возьмут анализ крови, и это покажут. Да, фолиевая кислота в меньшей степени, витамин D обязательно надо проверять, напоминать своим врачам, потому что они всегда входят в обычный осмотр. И всегда пытайтесь вести здоровый образ жизни, потому что простое проявление ожирения также может негативно влиять на нашу память, если вы не занимаетесь спортом. Очень важно заниматься спортом. И даже гипертония, особенно у среднего возраста, потому что у людей, особенно из стран бывшего Советского Союза, есть такое понимание, что повышенное давление с возрастом – это нормально. Нет, это не нормально. Мы об этом знаем. Да, это хорошо, что вы об этом знаете, и действительно нет такой нормы, как повышенное давление ни в каком возрасте. Совершенно верно. Ну, здесь поступил один вопрос. Значит, может ли лекарство... Я просто запомню. А, вот. Деменция, потеря памяти может являться побочным явлением разных медикаментов. Есть очень много исследований. К сожалению, я не могу называть по врачевной этике определенные препараты, у которых является потеря памяти как проявление побочных явлений. Да. Могут. Есть определенные препараты, которые вызывают потерю памяти. Ещё один вопрос. Можно ли определить с помощью теста на заболевание, потеря памяти и концентрации координации в пространстве, что человек обманывает? Делает это для получения медицинской справки. Как понять по тесту потерю памяти? Это интересный вопрос. Очень интересный вопрос, но мы не такие наивные, скажем так, врачи. Можно нас обмануть на очень простых тестах. Пример, который я привела сегодня, это самый простейший тест. То есть есть более сложные. Есть какой-то детектор лжи. Нет детектора лжи, но мы можем обхитрить вас, скажем так. Потому что бывает иногда, что мы один и тот же вопрос задаём в разных вариациях. То есть вы это и делаете, обхитряете. Конечно, да. Наталья, вас обхитрят, так что не пытайтесь. Да, но не пытайтесь. Да, не пытайтесь. Это никому не надо. Потому что, с другой стороны, если вы хотите получить какую-то справку, лучше получайте не по Альцгеймеру. Потому что снять потом это заболевание с истории вашей болезни очень будет трудно. И никому не нужно. И отразиться на вашей семье. Это тяжёлое генетическое заболевание. Мы тут шутим, шутим. А заболевание действительно серьёзное. Есть ли какие-то сопутствующие болезни вот этому диагнозу? Какая-то логическая цепочка? Опять-таки, мы все логические цепочки. Мы, кстати, работаем над ними и ищем. Нет такого, что есть доказанная цепочка. Определённая доказанная связь с каким-либо заболеванием. Мы знаем, что есть генетические факторы. То есть, есть определённый ген, который называется APOE4. Если человек получает этот ген от одного из родителей, в этом случае риск потери памяти из-за заболевания к возрасту 85 годам возрастает где-то на 20-25%. Если вы получаете этот ген от обоих родителей, и вы являетесь носителем двух APOE4, геном в этом случае вот этот риск возрастает на 50%. Но, опять-таки, надо говориться, что не все имеют этот ген, у которых есть Альцгеймер. И не всегда этот ген приведёт к развитию Альцгеймера. Есть ли чётко определённые факторы риска заболевания Альцгеймера? Есть, обязательно. Есть определённые факторы, над которыми мы не можем поработать и не можем повлиять. И есть определённые факторы риска, над которыми мы, конечно же, можем работать. А примером, опять-таки, будет эта генетика. Если данной патологией страдали ваши родственники, особенно если это родители, брат, сестра в этом случае риск возрастает. Возраст является риском фактора. То есть, чем старше мы становимся, тем больше риск развития Альцгеймера. И пол, к сожалению, женский пол является риском фактора. Но, с другой стороны, хорошая новость с нашим полом, то, что мы просто живём дольше. Поэтому это может играть определённую роль. Естественно, гормональные нарушения. Из других рисков, факторов риска, я извиняюсь, над которыми мы можем поработать, безусловно, это наша диета. Правильное питание, правильный образ жизни, надо заниматься спортом, надо как можно быстрее отконтролировать те состояния, которые у нас имеются. То есть, всё держать под контролем. Я понимаю, что невозможно вылечиться от диабета, например, но можно его привести под контроль, что у вас нет проявления диабета. То же самое с щитовидной железой, то же самое с ожирением, то же самое с гипертонией. То есть, работать над теми заболеваниями, которые у вас уже есть. Вопрос. Анаит Мерумян пишет. Может ли с болезнью щитовидной железы перейти в болезнь Альцгеймера? Опять-таки, это риск фактора. Риск фактора для потери памяти. То есть, здесь терминологии надо быть очень осторожной. Потому что болезнь Альцгеймера, во-первых, никто не застрахован. Вы можете быть абсолютно здоровым человеком, как бы в молодости, и, к сожалению, вы можете заболеть болезнью Альцгеймера. Что касается болезни щитовидной железы, это является риском фактора для развития потери памяти. Но опять-таки, если вы отрегулируете, если вы принимаете препараты, если ваш доктор проверяет постоянно уровень гормонов щитовидной железы, если они находятся под нормальным, которые под контролем, в этом случае риск сведён к минимуму. Обязательно всё надо держать под контролем. Вы только что сказали, что диета является большим фактором в этом заболевании. Из моих личных, не то что исследований, но изучений, из того, что я изучала и читала, я знаю, что есть большой комплекс этих исследований, утверждающий о том, что всё-таки пища, которая содержит в себе большое количество холестерина, мясная пища, она естественным образом влияет на загрязнение сосудов, в частности сосудов головного мозга. И именно вот эти бляшки, о которых вы говорили, белковые бляшки, очень сильно с этим связаны. Да, они из той же области, немножко другие. Если говорить именно о загрязнении сосудов холестериновыми бляшками, это сосудистые деменции, то есть они сужают сосуды, и развивается сосудистая потеря памяти. Не всегда связано с Альцгеймером, но всё это находится в одной области, и вы совершенно правы, когда вы ответили, что диета играет огромную роль, потому что, кстати, было очень много исследований, которые показали, что среднеземноморская диета является диетой, которая замедляет риск образования потери памяти. И что в эту диету входит? Это в основном фрукты и овощи, это зелень, очень много зелени, это хорошие жиры, то есть оливковое масло. И разные виды орешек обязательно. И свести не то, что к минимуму, но есть меньше мяса, скажем так, заменить другими белками рыб, допустим, например. То есть это уже было исследовано и подтверждено, что среднеземноморская диета очень благотворно влияет на память. В принципе, увеличение количества фруктов, овощей, различных жиров, полезных жиров, таких как омега-3 из семян льна, орехи, потом, что у нас есть ещё, тыквенные семечки. Да, да, совершенно верно. Всё это способствует очищению головного мозга и насыщению правильными питательными веществами. А вот такой вопрос, что насчёт сна? Ведь вот какое значение имеет сон? Огромное значение имеет сон, потому что нарушение сна. Если у человека нет режима сна, то есть может быть человек занимается определённой работой, где он не может позволить себе спать 7, 8, 9 часов, да, допустим. По крайней мере, попытайтесь сделать определённый режим. Когда вы идёте спать в одно и то же время, просыпаетесь в одно и то же время, в этом случае ваш мозг на самом деле расслабляется и выводит вот эти токсины. Как я вначале отметила, что это бета-амилоидные бляшки, это является биологическим мусором, грубо говоря, вот это выводится именно ночью, когда вы спите. И нарушение сна выводит к значительному снижению памяти, трудоспособности. В целом это очень плохо, но что касается Альцгеймера, нарушение сна, кстати, вывели на первое место как один из факторов риска после генетики. То есть когда мы говорим о нарушении сна, имеется в виду что? Бессонница или нарушение режима сна? И то, и другое. Или вообще когда мы мало спим? И то, и другое. Когда мы мало спим, это не так страшно, но когда мы недостаточно не высыпаемся и нет режима. То есть сегодня вы идёте спать в 10 вечера, завтра вы идёте спать в час ночи. Вот это называется как бы нарушение режима. То есть надо иметь режим. И что касается бессонницы, это действительно отдельная патология. Надо регулировать обязательно. Есть определённые механизмы, которые как бы ваш врач может вас научить, допустим, не идти в кровать ни в коем случае, если вы не хотите спать. То есть кровать должна быть для сна. То есть в этом случае организм привыкает. Вот эта кровать, значит, я иду туда спать. Ни в коем случае не надо смотреть телевизор, когда вы лежите в кровати. Потому что... Читать Facebook. Читать Facebook, да. Нет. Кровать для сна. Мы очень часто слышим о том, что для того, чтобы предотвратить болезнь Альцгеймера, больше читайте, учите стихи и так далее. Да. Вот мы думаем, что актёры, которые занимаются профессией артистической, они очень много заучивают тексты. И что это помогает им предотвратить болезнь Альцгеймера. Так ли это? Частично. И опять-таки я уже отметила, что, к сожалению, мы не знаем всех причин болезни. Поэтому никто не застрахован. Любой человек может заболеть данной патологией. Но вы правильно отметили, чем больше мы тренируем мозг, тем меньше у нас риск заболеть болезнью Альцгеймера. Почему? Потому что, во-первых, и это очень такая определенная тренировка, это не просто читать книжки, а именно углубляться в информацию, которая находится в этой книжке. Если вы вычитали какую-то фразу о каком-то другом авторе, вы можете изучить, что за автор был упомянут в этой книге. Вы можете изучить биографию автора, который написал эту книгу. То есть вы углубляетесь, изучаете больше, больше, больше. Что-то новое. Что-то новое постоянно. Допустим, изучайте языки, о которых вы вообще даже не думали. Может быть, вы в жизни не используете эти языки, но это для тренировки вашего мозга. Изучайте какие-то произведения, начните заниматься гитарой. Обязательно бальные танцы. Это не то что слабое место, любимое место. Я очень люблю бальные танцы. И это доказано, что больные танцы снижают риск развития болезни аутсгеймера. Это интересно. В любом возрасте не имеет значения. Возьмите кисти и краски в руки. Начните рисовать. Да, занимайтесь. То есть путешествуйте, общайтесь со своими детьми, общайтесь со своими родственниками. Новые впечатления. Обязательно. Да. И развивайте свою устную речь, чтобы у вас развивался словарный запас. Как я сказала, те, у которых богатый словарный запас, они дольше могут продержаться без признаков потери памяти, скажем так. Развивайте письменную речь обязательно. Пишите, когда вы конспектируете что-то, записывайте. Потому что мы теперь немножко так разленились, потому что наш телефон пишет... Ну, 21-й век в дворе, кто пишет сейчас, все печатают. Посмотрите, я печатаю. Поэтому давайте вернёмся к статистике. И 21-й век нам показывает цифру больших, которые страдают этим заболеванием. Посмотрите мои handwritten notes. Да. Давайте вот покажем. Записи Нино и мои записи. Вот. Мои напечатанные, а её написаны от руки. Да. То есть учитесь у доктора и записывайте всё от руки. Записывайте. Перейду к старому способу. Обязательно, потому что в таком случае вы будете замечать, что вы допускаете ошибки. Когда вы печатаете, вы не замечаете, потому что компьютер, телефон за вас всё поправляет. Да. А когда вы пишете, вы подлавливаете себя, что вы допускаете ошибки. Пишите шуточные письма друг другу своим детям. Они это очень любят. От руки. От руки. Обязательно от руки не печатайте. И, допустим, если вы так продолжаете, и вдруг вы замечаете, что вы пропускаете слова, у вас нарушаются правописания, это может быть тоже знаком того, что у вас, может быть, надо проверить. А может, мы просто потеряли тренировку, потому что уже привыкли печатать? Конечно, потому что мы, кстати, вот наш мозг начинает лениться и атрофируется эта функция. Атрофируется. Поэтому надо тренировать. Даже такие простые вещи, как немножко шокировать свой мозг, если вы являетесь правшой, что-то делаете левой рукой, пишите те же самые письма левой рукой. Это будет некрасиво, но весело. Да, надо немножко шокировать, чистите зубы левой рукой, если вы правша, расчесывайте волосы левой рукой, делайте что-то необычное, чтобы ваш мозг оказывался всё время в действии, потому что это ему надо. Вот те, кто любят приключения, давайте зададим себе цель. До следующей недели, до следующего четверга мы станем левшами. Те, кто правши, станут левшами. Вот ещё один вопрос. Mental sharpness medicine. Можно ли принимать регулярно, ежедневно? А, вот хороший вопрос. Хороший вопрос. Опять-таки, я говорю по врачебной этике, я не могу давать рекомендации по препаратам, потому что препараты, все препараты, которые вы покупаете в, скажем так, в витаминном отделе или препараты, которые назначает вам врач, должны быть под строгим учётом вашего лечащего врача. Есть определённые препараты, которые принимаются как витамины или supplements, но, опять-таки, всё должно быть оговорено с вашим лечащим врачом. И буквально у нас совсем несколько минут времени, а у меня ещё столько вопросов к вам. Мне всё-таки хотелось коснуться вопроса о Фейсбуке, ведь он нам заменил чтение, многим людям, не мне, но многим людям, я знаю, Фейсбук заменил чтение. Что вы скажете по этому поводу? Пожалуйста, применяйте Фейсбук только если вам надо, допустим, поговорить со своими родными. Если в этом нет определённой необходимости, отложите в сторону, потому что на самом деле Фейсбук, я, может быть, я не знаю всей информации о Фейсбуке, но я ещё не видела ни одной информации, ни одного исследования, которое подтверждало бы пользу Фейсбука. Это очень вредно, потому что мы привыкаем просматривать информацию очень бегло, мы не вникаем. Я уже отметила, что надо углубляться, но Фейсбук нам не даёт такой возможности. Мы ленимся даже дочитывать предложения или комментарии. Мы так читаем первое слово, последнее слово, что-то посередине и пробежали дальше. Мы привыкаем просматривать картинки. То есть мы атрофируем все остальные функции головного мозга. Это очень вредно, это очень плохо. Пожалуйста, отложите в сторону, возьмите своих детей на прогулочку и, я не знаю, пишите друг другу письма. Приводит ли болезнь Альцгеймера к летальному исходу? Мне хотелось бы быть очень пессимистичной, но, к сожалению, да, это летальная болезнь, это прогрессирующая болезнь. И со временем это приводит, к сожалению, к смерти. Потому что мозг атрофируется настолько, что все функции организма буквально исчезают, страдают. Человек не может ничего контролировать, и это, соответственно, приводит к гибели. Ну, это логично, потому что мозг всё-таки является центром управления всего организма. Ещё один очень такой интересный вопрос. Наверное, это будет интересно услышать. Ваше мнение родственникам людей, которые больны этой болезнью. Ведь в Америке, в учёных кругах существует большая дилемма. Люди, больные Альцгеймером, они способны на такие вещи, как суицид, покончить жизнь самоубийством, у них часто возникают депрессии и так далее. То есть и такие люди, во-первых, они приносят вред самим себе, с другой стороны, они пугают окружающих, своих родных и близких. То есть вот стоит вопрос остро на сегодняшний день, открывать ли больше государственных институтов, то есть учреждений, где должны находиться эти люди, где им будет предоставляться такая вот, я не знаю, забота. Либо они всё-таки должны находиться дома под присмотром, теплом, любовью своих родных. Где грань? Где грань? Очень трудный и тяжёлый вопрос в каком плане. Потому что я понимаю, я прекрасно понимаю сердцем. Мы хотим этих пациентов держать у себя дома. Особенно, когда это близкий, родной человек. Но, когда болезнь доходит до тяжёлых последних стадий, это в их интересах, в интересах пациента. Их, кстати, отводить в специализированные центры, потому что они там получат специализированную помощь. У них будет определённое лечение, определённый уход, который, к сожалению, откладывает огромный след на всю семью. И я бы хотела призвать тех родственников, которые чувствуют за собой вину, когда определяют своих родственников в определённые учреждения, не чувствуйте, потому что на самом деле вы облегчаете жизнь данному пациенту. Это очень трудный вопрос, это очень трудно решать. Мы видим таких родных каждый день. К сожалению, мы рекомендуем, если заболевание усугубляется, мы рекомендуем определять в определённое учреждение, чтобы они могли получить специализированную помощь. Спасибо большое, Нина. Настолько феноменальной информации, столько всего интересного. Лично я узнала за этот час. Я вам очень-очень благодарна. И, к сожалению, наше время подходит к концу. И я думаю, что нужно провести розыгрыш, а потом я дам вам заключительное слово. Хорошо. Итак, я думаю, что у нас есть много комментариев. Давайте тогда я предоставлю Нино право вытянуть номерок. Пожалуйста. Спасибо. И сегодня победителем и обладателем гиф-сертификата от наших спонсоров становится номер 9. Номер 9 – это Наталья Добрынина. Наталья, мы вас поздравляем. Вы стали обладателем гиф-сертификата от компании BeLuna Boutique. Так что вы сможете, выйдите на их страницу в Фейсбуке, посмотрите, что они предлагают. Они с вами обязательно свяжутся, и вы сможете получить удовольствие от новой покупки. Поздравляем вас с этим выигрышем. Поздравляем. И Нино, нам, конечно, очень жаль вас отпускать. Сегодня время наше заканчивается. Ваши пожелания нашей аудитории. Во-первых, всех поздравляю с праздниками, как вы уже отметили. Некоторые отмечают определенные праздники сейчас, некоторые будут отмечать праздники в будущем. Главное – здоровье. Здоровье – здоровье. Ухаживайте за собой, ухаживайте за своими родными. Что касается болезни Альцгеймера, если что-то должно случиться, оно случится. Но при этом, пожалуйста, не паникуйте, не расстраивайтесь, будьте готовы ко всему. Готовьте своих родных. Естественно, ведите здоровый образ жизни. Правильное питание, занятия спортом, тренируйте свой мозг. Отложите все электронные средства, которые у вас имеются. Если нет необходимости ими пользоваться, не пользуйтесь. Больше общения, общения и общения. Всем удачи. Спасибо большое. Вам спасибо. И от себя добавлю. Все, что сказала Нино, замечательно. У нас много интересных, как говорится, целей, к которым мы должны стремиться. Может быть, переучивать себя заново. Может быть, заново возвращаться к старым способам для того, чтобы сохранить свой мозг. Пожалуйста, думайте о себе, заботитесь о себе, оставайтесь на волне здоровья. А мы с вами увидимся ровно через неделю. До свидания. Всего хорошего. Радио Лайф приветствует вас на волне здоровья. В программе, где вы можете учиться вместе с нами, знакомиться с интересными людьми, делиться своими успехами в улучшении здоровья и находить ответы на самые волнующие вопросы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова